Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» с главными событиями региона. Познакомлю вас я, Татьяна Трофимова. Пять направлений поддержки. Глава Чуваши озвучил проект указа по улучшению качества жизни населения. О финансах в романцах. Студенты Чувашского государственного университета имени Ульянова стали победителями в необычном конкурсе от Минфинной республики. В Чувашию прибыл российский библиокараван. В рамках форума в национальной библиотеке читали рассказы Шукшина. Глава республики в ближайшее время подпишет указ о дополнительных мерах по повышению качества жизни. Об этом Михаил Игнатьев объявил на еженедельном совещании в Доме правительства. В законопроекте обозначены конкретные меры поддержки образования, медицины, культуры, спорта и общественной инфраструктуры. Только в следующем году на капитальный ремонт школ, детских садов, поликлиник, спортивных объектов и водонапорных башен планируется выделить более трех миллиардов рублей. На здравоохранение мы по источникам посчитали расчетно, пока межбюджетные трансферные отношения с федеральным бюджетом через Министерство финансов Российской Федерации нам еще не обозначили. Но расчетные цифры один миллиард рублей. Учреждения, соответственно, какие есть, должны все это посчитать. Для того, чтобы в течение пяти лет уложиться. По школам то же самое. Вот один миллиард рублей это на общеобразовательные школы. И в течение пяти лет максимально все сделать для того, чтобы комфортная среда была создана. Плюс 200 миллионов рублей на следующий год это приобретение оборудования, мебели и всех тех вещей, изделий для начальных классов. Потому что отдельные классы для начального образования у нас тоже плачевные. То есть приоритет мы ставили базовые школы, их оснастили. А начальные школы, где четыре класса обучения, мы про них так подзабыли. По муниципальным образованиям расставляя приоритеты, я сказал, по годам расписать. И в течение пяти лет максимально сделать условия для занятий физической культурой и спортом. И школьникам, и жителям микрорайонов, которые живут рядом. То есть, чтобы эти сооружения были шаговой доступностью. Также на создание современных условий в области культуры планируется направить 500 миллионов рублей и 200 миллионов на улучшение системы водоснабжения. Дополнительные финансовые средства от Минфина России на эти цели должны поступить к 2020 году. Сегодняшний дождь со снегом еще раз подтвердил, что распоряжение о подаче тепла в столице республики было своевременным. Прогноз оказался точным. На улице чуть больше нуля. В Чебоксарах тепло подано в садики, школы и почти во все больницы. Окончательно медицинские учреждения будут подключены сегодня. Так и не решен вопрос по теплоснабжению микрорайона Байконур. Мы уже говорили о том, что там управляющая компания пока не закрыла задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Холодными останутся батареи в семи многоквартирных домах, где еще не завершен капитальный ремонт. Сейчас в столице подключены к теплу 57% домов. Администрация уверяет, что завтра вопрос будет закрыт полностью. В Новочебоксарске распоряжение было подписано в субботу, но тепло начало поступать только сегодня. В остальных муниципалитетах отопительный сезон еще не начат. Отдельные муниципальные образования даже распоряжение о подаче тепла не подписали. Вот за это бездействие их надо, конечно, привлекать к ответственности. Люди начинают болеть. Коммерческие аптеки зарабатывают на этом денежки. А люди расходуют семейный бюджет. Михаил Игнатьев потребовал от глав в кратчайшие сроки решить проблему подачи тепла. На совещание также озвучили данные дополнительной государственной итоговой аттестации. Кроме того, обсудили ход проведения ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции. Они работают в пяти городах республики. Цены там сложились ниже, чем в организациях торговли. Продано уже почти 40 тонн картофеля и других овощей. Ярмарки будут работать до 6 октября. На них, кстати, организован бесплатный развоз продукции. Сократить количество вредных выбросов в атмосферу, очистить источники питьевой воды, восстановить леса. Такие задачи обозначили перед властями субъектов в федеральном центре. Беспрецедентные по своим масштабам работы уже начались. Многомиллиардные суммы регионам выделяют в рамках национального проекта. Как улучшится экологическая среда Чувашии – подробности у Дмитрия Ковалева. Благодаря возведенному под городом спутником полигону ТПО была решена экологическая проблема более полумиллиона жителей Чувашии. Уже рекультивированы крупные свалки столицы региона и Чебоксарского района. В ближайшие годы мусорных полигонов, не отвечающих современным стандартам, в республике и вовсе остаться не должно. Но это одна из ключевых задач национального проекта. Потому, насколько эффективно субъекты переходят на новую систему обращения с отходами, в правительстве будут оценивать работу властей на местах. Все мы должны помнить, что речь идет о внедрении новых, современных стандартов качества жизни людей. На это нас настраивает и президент Российской Федерации, и представитель правительства. Качество окружающей среды по таким направлениям, как вода, твердые коммунальные отходы в воздух являются показателями эффективности работы губернаторов. Уверен, вы это помните. В процессе создания находятся компенсационные и инвестиционные фонды. Обращаю ваше внимание на качество подготовки самой инвестиционной заявки. От этого зависит, получит ли региональный проект госгарантия. В республике уже налажена система тотального контроля с завозимыми на полигон отходами. Благодаря этому формируются справедливые тарифы, обустроенные площадки для сбора ТКО. До декабря все населенные пункты будут обеспечены контейнерами. Глава региона отметил, что в рамках федерального проекта в муниципалитетах продолжится строительство станций по перегрузке мусора. В среднесрочной перспективе мы с федеральным бюджетом получаем более чем 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Таких инвестиций никогда не было. Это говорит о чем? Это говорит о том, что волевое решение президента Российской Федерации Владимира Путина выполняется. Федеральный министр Дмитрий Николаевич Кобылкин эффективно работает с своей управленческой командой. А в целом, если сложить по всем источникам бюджетные средства, вне бюджетные источники, 7,5 миллиарда рублей на 5 лет мы направляем средства на обеспечение безопасности. Еще одна задача – увеличивать объемы вторичной переработки отходов. В эту сферу необходимо привлекать инвесторов. Подготовлены программы, включая проекты постановлений правительства о порядке финансовой поддержки. Они направлены на согласование в настоящий момент в правительство Российской Федерации. Для создания федеральной схемы обращения с отходами в настоящий момент полностью проанализированы все строящиеся объекты инфраструктуры на территории страны. В настоящий момент мы ведем контроль над 57 строящимися объектами. Совместно с инвесторами в республике реализуют проекты по оздоровлению Волги. Столица региона предоставят льготный кредит новым банкам развития БРИКС на модернизацию станций водоочистки. В рамках проекта реформа ЖКХ реконструирован саградный коллектор и возведен комплекс по обработке осадков. В ближайшие годы Великая Русская река должна становиться чище. Мы уже провели согласованные все мероприятия по 34 объектам на общую сумму 6,7 миллиардов рублей. Мы ставим перед собой задачу, чтобы до 1 февраля все необходимые документы для согласования и с Минэкономразвития, и с Минстроем субъект Российской Федерации ввели до 1 февраля 2020 года. Улучшить качество питьевой воды – также приоритетная задача региона, отметил Михаил Игнатьев. На ближайшие годы запланированы масштабные работы. Подвозьмем Чандров, населенный пункт рядом с городом Чебоксара. Там нормальной, качественной воды никогда не было. Мы, участвуя в федеральной программе, там, соответственно, работу начали. Касаясь районного центра Парецкое, села Парецкое, там ежегодно люди поднимали, люди мучаются, вода некачественная. В следующем, в 2020 году, реальную работу начинаем, и люди получат качественную питьевую воду. Национальный проект должен стать инструментом решения глобальных экологических проблем. Чувашия в числе передовых регионов. Такую оценку дал федеральный министр Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы. Кубок разыгран. В Чувашии завершился межрегиональный детский турнир по мини-футболу Кубок Союза Труда. Игры прошли среди самых маленьких участников 2011 года рождения. Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с организаторами соревнований. Победителями стали воспитанники детского сада номер 6 из Ростова-на-Дону. Второе место у команды спортивной школы по футболу Минспорта Тювашии. А бронзовую медаль увезли с собой юные футболисты клуба «Зенит» Ижевск. В этом году, насколько я знаю, эти соревнования дали статус всероссийскому масштабу. Это практически вдохновляется, порыв души появляется у молодых людей. И с точки зрения, что от нас нужно, мы, в принципе, готовы все сделать. Хотя пошагово, поэтапно идем. Хочется быстрее, чтобы больше вовлеченных людей было. В течение 5 лет максимум все спортивные стадионы пришкольные оснастаем искусственным покрытием, дорожками для того, чтобы люди в любые погоды могли играть. Это однозначно. Организаторы отмечают, восьмилетние футболисты с недетской серьезностью относятся к любой возможности посоперничать, улучшить мастерство, получить дополнительный опыт. Вы как талисман для нас. А результат какой? Сейчас вошли в единый календарный план. Самый главный нам важен результат. Вошли в единый календарный план. Вошли в единый календарный план. В этом году уже третья система, уже третий финальный. Уже участвуют, у нас 13 субъектов, да? 13 субъектов Российской Федерации уже принимают участие. Причем не только при Волжске федерального, там есть и с Хантамансийска, с Югры приехали, и с Ростова приехали. И с Тюменской области приехали. То есть достаточно большое количество людей. Рифат Фадкулин, Маргарита Мельникова, Павел Рядков, Республика. Об экономии финансов в стихах студенты Чувашского государственного университета имени Ульянова стали победителями конкурса проектов «Бюджет для граждан». Его организатор – Министерство финансов Чувашии. Стоит ли брать микрозайм, на что обращать внимание при заключении кредитного договора и как рационально выстраивать личный бюджет? На конкурс можно было представить и свое видение главного финансового документа страны, региона, в максимально интересной и понятной форме. Стихи с сайта, презентации и видеоролики. Всего было подано более 50 работ. Номинаций было 6. Студентка экономического факультета ЧГУ Наталья Борисова победила в направлении «Бюджет в стихах». Стихи – это прекрасная возможность творчески выразить себя. В первую очередь я показала их родителям. После их одобрения я уже поотправила на конкурс. Они помогли в плане рифмы. С этим вот мы постарались как-то все очень аккуратненько сделать. Отрывок из Тихолариня. НДФЛ, акцизы, НДС в бюджете федеральном есть. Налог на транспорт на игру для регионов соберу. Что ж, разберем и местный, не менее всем интересный. А Анастасия Осипова и ее команда стали первыми в номинации «Бюджетный квест». Игры по станции помогают понять, как не попасть в ловушку при оформлении кредита, что такое налоговый вычет и как начисляют пенсию. В бюджетном квесте могут участвовать как школьники, так и студенты. Трудности, наверное, возникали в придумывании именно тем, связанных с финансами. Нам помогал наш преподаватель. То есть при возникновении вопросов мы обращались к нему. И всегда могли услышать совет, какую-то идею новую получить. Конкурс «Бюджет для граждан» проходит пятый год подряд. Наша задача – это обеспечить доступность, предоставленную информацию о бюджете, соответственно, открытость его. По данным открытости мы среди субъектов и Российской Федерации, и Приворска федерального округа являемся одним из лучших. Здесь в большей части, конечно, активность проявляет молодежь. Нас это очень радует. И, соответственно, из года в год мы проводим такую интересную, так скажем, тему заявляем, несколько и стимулируем участников нашего конкурса. Рифат Фадкулин, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, Республика. Российский библиокараван прибыл в республику. А это значит, что несколько дней в столице Чувашии и других муниципалитетах будет идти речь о дальнейшем развитии библиотечного дела, о новациях в этой сфере. Вместе со специалистами в этом важном разговоре будут участвовать и читатели, и писатели, и артисты. Сегодня в Национальной библиотеке рассказы Василия Шукшина читал известный актер театра и кино Владимир Борисов. Иван не любил кестя. Наум же лечит очень. Терпел Ивана. Спишь? Живо заговорил наум. Эх, к этому, мальчика, можно все, царство небесное, проспать. Здравствуйте. Я туда не сильно хотел. Не устремляюсь. Зря. Давай-ка, поедем съездим за дровишками. Я у бригадира выбросил мне подводы. Конечно, мне за здорово живешь, но черт с ним, дров надо. Владимир Борисов – наш земляк. Его малая родина – Марпасадский район. К рассказам Шукшина его привело какое-то внутреннее чувство – воспоминания детства. С этим очень много связано. И в большой степени вообще мое обращение к Шукшину вот таким вот образом связано именно с отцом. Почему? Потому что, когда я прочитал первые еще, ну, для себя первые рассказы Шукшина, которые печатались в журналах, все персонажи Шукшина заговорили вот голосами моих родных. Во всяком случае, тех людей, которых я видел здесь, в деревне. Бывая на родине знаменитого актера, сценариста и писателя, Владимир не раз слышал от односельчан, что в его голосе многие слышат интонации самого Шукшина. Вообще, к русскому языку у нашего земляка особое отношение. Он сожалеет, что из него уходит интонация, особая мелодия. Это обращение опять-таки к менталитету, к нашему, понимаете, который тоже все это очень-очень связано. Ведь Лихачев еще говорил, по-моему, что если пропадет язык, пропадет нация. Мне хочется, чтобы вот этот шукшинский язык, шукшинская интонация, шукшинская мелодика, она как-то, ну, прежде всего, прежде всего, чтобы она как-то вошла, я не знаю, была услышана молодыми хотя бы ребятами. Оцениваешь по тишине, которая стоит вот на спектакле. «Волки», «Суд», «Как помирал старик» – всего прозвучали пять рассказов. Среди почитателей таланта Василия Шукшина и люди возрасти, и молодежь. Это особое имя в русской литературе, и его мир – это особый мир, это мир чудиков, мир необычных героев, которые в то же время очень обаятельны, и они очень совестливы. Язык шукшина, казалось бы, очень простой. Мы все так говорим, и шукшин просто фиксирует эту речь, но на самом деле это такая очень серьезная, виртуозная работа. Мы надеемся, что после этого мероприятия интерес к его творчеству усилится, и будут брать еще больше его книги в нашем центре чтения. Современная чувашская литература – связь поколений. В Национальной библиотеке известные писатели чуваши встретились с начинающими авторами. Союз профессиональных писателей республики собрал молодых коллег. Аксакалы делились опытом начинающие писатели своим видением литературы на родном языке. На мастер-классах объясняли, как строить сюжет, прозы, на что обращать внимание при создании стихотворения, как правильно оформлять драматическое произведение. Отдельные произведения молодых авторов получили экспертную оценку. В ходе обучающего семинара молодежь приобрела себе наставников. В свою очередь состоявшиеся писатели отметили оригинальность и профессионализм начинающих. Чувашия в 16-й раз присоединилась к Всероссийскому дню бега. Старты прошли одновременно во всех городах и районах республики. Центральный старт был дан на певческом поле Чебоксарского залива. Хочется пожелать вам сегодня положительных эмоций, позитива и неиссякаемой энергии. Но кто готовился, тот, конечно, станет победителем. С праздником вас! Успехов и удачи! С каждым годом забег становится все более массовым. Для большинства горожан Кросснаций стал семейным праздником и доброй традицией. Мы уже не первый год, а третий год точно участвуем. В том году мы немножко в меньшем составе выступали, тогда еще по возрасту не подходили. А в этом году почти всей семьей вышли. Любые соревнования помогают закалить силу воли. Максим Фадеев не привык сдаваться на полпути. Я считаю, что это было очень сложно, потому что у меня дыхалка чуть ли не подводила, я еще упал вначале. Ну а так было все интересно, участвовать в Кросснациях. Надо тренироваться, чтобы было все хорошо. Я сейчас буду лучше заниматься в физкультуре, чтобы в следующем году прибежать побыстрее. Кросснаций объединяет профессиональных спортсменов и любителей. У каждого настроения на финише намного лучше, чем было на старте. В этом я убедился, это очевидные вещи. Потому что кровообращение улучшается, настроение тоже улучшается. И когда командой они бегут, соответственно, и команда кабинета министров, команда управленческая разных организаций. И это важно, это сплачивает людей, вырабатывается характер. В здоровом теле здоровый дух. Массовый забег в очередной раз доказал, что Чувашия за здоровый образ жизни. Спортивный праздник – это всегда положительные эмоции. Искренний смех, удивление и восторг. В семье Немцовых уже растет будущий чемпион. Хотя пока ему всего лишь два с половиной года. Каждый год стараемся выступать на различных соревнованиях. Бегаем, не только бегаем, но только и на лыжах, и на латипедах катаемся. С семьей, с детьми бегаем. И вам того же советуем. Это здоровье главное. Развитие спорта в регионе. Очень здорово. Присоединяйтесь. Глеб у вас тоже бегал? Глеб у нас в этом году на лыжне России бегал первый год. Сейчас вот... Глеб. Сейчас побежал первый раз в этом году. Надо отметить, что начиная с 2004 года Кросснация является самым массовым по количеству участников и самым масштабным по географическому охвату ежегодным спортивным мероприятием, проводящимся в России. Победа – это не самое главное. И жители нашего города готовы из года в год принимать участие в этом празднике. Маргарита Мельникова, Александр Иванов, Павел Иритков. Республика. Таким выдался первый рабочий день этой недели. Увидимся завтра в это же время на национальном телевидении Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова